Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июля, и вот прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как у меня завелась белокрылка. И многие спрашивают, победили вы белокрылку или не победили. Сейчас хочу несколько слов сказать о своей борьбе с белокрылкой. Сразу скажу, что белокрылку я не победила, белокрылка у меня есть. Но она, наверное, в таких, как сказать, минимальных количествах, что ее не видно. Сейчас я расскажу. Когда я выписала вот этот Тепекки, я обработала, но так как у меня очень много томатов, я не смогла обработать одновременно. Я, короче, один день обрабатывала, вот, например, теплицы. Я просто физически не могу весь участок, это ведь надо или утром, или вечером, все не могу обработать, обрабатывала частями. И, вероятно, из-за этого, а может быть из-за того, что не очень тщательно, нужно же тщательно обрабатывать. И листья, и сорняки, вот, какие есть в огороде. Ну, у меня в теплице нет, конечно, сорняков, никогда я стараюсь, но в огороде все равно есть трава, и, возможно, где-то они остались. Сейчас у меня ситуация такая. Когда я хожу и проверяю, есть ли у меня белокрылка, я найти ее не могу. Я вот трясу все эти кустики, все, ничего не взлетает. Конечно, нет такого, как блогеры показывают, переворачивают вот так вот лист и показывают, что там сидят, ну, как белокрылки таких, много-много-много. Такого, конечно, нет. Я не допустила, чтобы она распространилась. Но я точно знаю, что она у меня на участке есть. Потому что иногда чем-нибудь занимаешься, например, ну, той же посынкованием или подвязкой там в открытом грунте. Раз, и вспорхнула, полетела белая такая мушечка. О, белокрылка. Один раз в день, одну штучку я точно вижу. И я знаю, что она, значит, есть. И вот здесь вот я вывесила вот эти желтые липучки-то, про которые говорила. И вроде бы они чистые, вроде бы их нет. Но вот так вот посмотрев, раз, два, четыре штуки все-таки вот за это время прилипли. Значит, какое-то минимальное количество белокрылки есть. И вот поэтому я хочу дать совет тем, кто думает, что он победил белокрылку и что ее все-таки нет. Вот. Ну, короче, как я делаю. Вот в этот период, когда вот в открытом грунте у меня томаты, я еще не кушаю, я обрабатывала, так как топеки у меня, конечно, я обработала, они закончились, я обрабатывала еще один раз искрой и через 10 дней еще один раз командором. То есть я меняла вот эти вот инсектициды. Мне нужно добиться такой ситуации, чтобы до осени все белокрылки погибли, чтобы они не успели, те вот, которые вылупляются, я через 10 дней буду еще раз опрыскивать, все, которые вылупляются, чтобы они тоже умерли, чтобы у меня не ушел огород в зиму с яйцами белокрылки. Ну, вот вывод, после трех обработок видим, как вот визуально я могу сказать, что у меня белокрылки нет, но если поглубже вот так вот рассмотреть, вот в теплице я не обрабатываю, потому что у меня здесь уже спелые плоды, мы кушаем их, во-первых. Во-вторых, здесь их было мало и, возможно, с огорода все-таки какие-то залетают, но вот, как вы видели, 4 белокрылки, это, конечно, не показатель, я не могу сказать, что вот у меня заела белокрылка, у меня очень много белокрылки, но то, что она есть, это факт. Я слежу вот за ситуацией с белокрылкой очень тщательно, я еще раз повторяю, что не хочу уйти в зиму с яйцами, отложенными белокрылкой, буду, конечно, убирать все растительные остатки, все-все-все. Сейчас вот что посынкую, что обрезаю, уношу подальше от дома, вообще далеко-далеко, или в пакеты в мусорку, или еще куда-то, потому что эти яйца все-таки на листьях, они могут быть, раз вот эти 4 прилипли белокрылки вот на желтый лист, значит, их мамы, ой, не их мамы, а они, значит, своих деток куда-то отложили, и они, возможно, тоже выведутся. Как показала практика, борьба с белокрылкой, она сложная такая, многокомпонентная, и за раз ее не уничтожишь. Если кто-то, какой-то человек скажет, например, что у меня было много белокрылки, я обработала за один раз, и вся она исчезла, но не поверю, где-то все равно дети белокрылые остались, и это нужно делать, наверное, несколько раз. Ну вот у меня так, или у меня такой просто участок сложный, что много насаждений разных, где-то она хранится. Но пока белокрылка меня победила, а не я ее. Но все-таки я держу, у меня все под контролем, и она не в таких количествах, что ее видно. Я вот ее не вижу, я говорю иногда, просто из-за того, что я много шарюсь в огороде, все-все, целый день вот шебуршусь, одну штучку или две в день, но я их все равно встречаю, все. До свидания, порадовать пока нечем, и получить сильно мне вас нечем. Единственное, что я узнала, приобрела такой горький опыт, что с белокрылкой ты так просто не обойдешься, как с тлей. Тлю, если увидела, вот у меня на яблоне одна обработка, и все, тли нету. Можно две недели спокойно жить, пока новых тлей муравьи не принесут, а белокрылка, она сложнее, она вроде как бы более скрытная, что ли, ее же не видно, вот стоят кусты, может быть где-то сидит одна белокрылка, но как ее найдешь? Все, до свидания.